Средства на поддержку малого и среднего предпринимательства по данной программе выделяют городской и областной бюджеты. Общая сумма в этом году составила 3 миллиона 220 тысяч рублей. Направлений у проекта несколько. Самая востребованная – поддержка начинающих предпринимателей. Так, в этом году на субсидию претендовали 14 бизнесменов-новичков. 7 заявок было поддержано. Максимальные субсидии в 300 тысяч рублей получили Мастерская искусств «Тоника», спортклуб «Мой фитнес», компания «Лайнвудс», которая производит пилеты из древесных отходов, студия скульптурного массажа, предприниматель, организовавший городскую службу садовников, и бизнесмен, реализующий проект по выявлению у детей способностей к тому или иному виду спорта. Предусмотрены в рамках программы поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и другие виды субсидирования. Одно из направлений. Мы субсидируем часть процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. И части лизинговых платежей по договорам лизинга. Кроме того, мы выделяем субсидии на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Один миллион рублей на развитие групп дневного времяпровождения «Дошкалят» выиграл частный садик «Мишутка». Еще по одному конкурсу данной программы. Правда, в 2015 году этой номинации не будет. Приоритет же по поддержке начинающих бизнесменов отдадут производственной сфере, а также проектам, которые нацелены на привлечение в город туристов. Со следующего года у нас будет достаточно интересный конкурс. Это по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов и туризма. Следующие конкурсы в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства стартуют ближе к осени 2015-го. Так что время для разработки интересных бизнес-проектов еще есть. Как оформить заявку, кто может претендовать на субсидию, каковы критерии конкурсного отбора. Эти и другие интересующие вопросы можно задать специалистам Управления экономического развития городской администрации, в том числе по телефону 5 18 22.